Молодые спортсмены из Белоруссии и России встретились в городе Бресте, чтобы узнать, кто из них сильнейший в легкой атлетике. Матчевая встреча покажет лучших юных атлетов среди сборных союзного государства. Участники соревновались в беге, прыжках, толкании ядра, метании копья и в многоборье. Конечно, встреча имеет большое значение для спортсменов, но она также важна и для самих белорусов, так как посвящена 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. По спорту мира сегодня прозвучали эти слова и открытие. Так оно и есть. 80 лет назад Белоруссия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Знаменательно, что мы празднуем этот праздник спорта и везли его в Брест накануне дня освобождения города Бреста, который будет 28 июля. Самое главное, чтобы каждый показал тот результат, которого он достоин. Самое главное, чтобы спортсмены не получили травму. Самое главное, чтобы все достигли того, чего желают. Но победить сильнейший. Наша дружная страна вместе с белорусскими спортсменами посетили наш мемориал Брестскую крепость и возложили цветы к памятникам. Соответственно, тем самым почтили память и отдали дань уважения тем людям, которые завоевали для нас свободу. Это первая и важная составляющая часть, ради которой мы здесь собрались. Ну а сегодня и завтра у нас проводится спортивная составляющая, где наши атлеты юные продемонстрируют свои возможности. Каждый из юниоров на соревновании продемонстрировал свои спортивные навыки и стремление к победе. Но, к сожалению, удостоены наград лишь лучшие. Конкуренция была огромной. Больше сотни юных атлетов из Беларуси и столько же из России. Вспыхнуло настоящее соревновательное напряжение. Все предельно сконцентрировались на своих действиях, пытаясь достичь лучших результатов. Также поступил у Матвей Миланченко. Несмотря на свой достаточно юный возраст, ему всего 15. Он уже много лет занимается спортом и добился почетных мест на других соревнованиях. На матчевую встречу по легкой атлетике Матвей пришел также за победой. Спортом занимаюсь 8,5 лет. То есть во второй класс пришел тренер и сказал, пошли ко мне. Ну и пошел к нему. А на Габорье, ну, год. Первое место на всероссийской шиповке юных, второе место на всероссийских соревнованиях Ю-16 и второе место на Ю-18. Спортсмены младше 18 лет с трудом, но все же доказали свою силу жюри, доказали, что они лучшие в соревновании. Так, например, ком Кристал Шеннон, юная девушка из Беларуси, показала достойные результаты на стометровке. Она заслуженно получила третье место на соревновании и считает это лишь ступенькой и будущее высотам. Кристал Шеннон хочет удивить в первую очередь тренера и своих родных, добившись наилучших результатов не только в беге, но и в прыжке в длину. Мне очень понравилось бежать сильными соперниками. Очень понравились девочки, хорошо бежали. Мне очень понравилось свой забег. Бег по дистанции, в принципе, мне подошел, но выход с колодок мне очень удался. Но все равно я очень рада, потому что есть куда стремиться, есть мотивация. Также хочу поблагодарить своего тренера за поддержку, также тех, кто за меня болел, моих родных и близких. Также хочу поблагодарить Егора Ботенкова. Я выиграла ОДМ, стала на длине и на 100 метров и стала призеркой в спартакиаде на длине и на 100 метров. Также планирую сегодня прыгать длину и хочу показать новый личный рекорд, ну и, конечно, победить. По итогу матчевая встреча по легкой атлетике среди юниоров оставила яркие впечатления и страстный интерес к этому удивительному виду спорта. Хотя это и был лишь первый этап соревнований, зрители уже в предвкушении побед следующего дня. Анастасия Пашкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.